Больше всех я люблю играть на телефоне. Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Альтернатива гаджетам – теневой театр. Занятие увлекательное, познавательное, развивает речь, фантазию и мелкую моторику у детей. Соорудить декорации проще простого. Для ширмы потребуется картон, калька, клей и ножницы. Мы обведем кальку, прорежем при помощи ножниц, либо канцелярского ножа, у кого что имеется. Сделаем экран, наклеим, ну и подставочки. Простой самый вариант мы сделали. Это такие же картонки сделали. Вот наш экран готов. Фигурки делают из картона. Их вырезают по трафарету или придумывают сами. Семья Шевченко решила оживить сказку «Репка». Чтобы персонажи двигались, картону приклеили деревянные шпажки. Но для волшебства этого мало. Друзья актеров – темнота и настольная лампа с рассеянным светом. Включаем свет, потом сказка начинается. Здесь нет ни ярких красок, ни громких звуков. Только голоса актеров, полумрак и черно-белое изображение. Театр теней – народное китайское искусство. В России явление редко. В Омске есть люди, которые несут его в массы. Кошка позвала мышку. Пи-пи-пи-пи. Тянут, подтянут. И вытянули репку. Свой проект семья Шевченко организовала всего полгода назад. Тогда их сын Илья попросил показать теневой спектакль. Но подобного театра в Омске не оказалось. Поэтому решили создать свою мобильную студию. Творчество погрузились с головой. Постепенно хобби стало работой. Нестандартный такой проект. То есть театр, теней. Мы до этого ранее не соприкасались с таким видом деятельности. Но это очень интересно. Поэтому и страшно, и хочется. Сами себе режиссеры, сценаристы, актеры, водители и декораторы. В их руках за один спектакль оживают десятки персонажей. У каждой куклы свой голос и характер. Как управлять марионетками ни в одном учебнике не написано. Поэтому осваивать теневое искусство, говорит Сергей, пришлось методом проб и ошибок. Все покупали. Покупали, пробовали, сдавали, покупали новое. Это очень было интересно и сложно. Мы все наши сказки храним в этом волшебном сундучке. Да, это же Силушка Богатырская. Будем ее смотреть? Тебе чего, сторожке, надо? Да ты не серчай, бабуся. Я Добрыня, богатыр русский. Силушка Богатырская – один из первых спектаклей театра. Постановка – микс из русских народных сказок. По мнению мечей, сейчас детям навязывают чужих суперменов. А у страны есть свои герои. Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович. Добрые и храбрые богатыри – пример для подражания. Илья уже знает, кем он станет, когда вырастет. Богатырем, конечно. А кого ты хочешь защищать? Ну, например, девочек. На подготовку спектакля в среднем уходит месяц. Первыми сказки видят Илья и кот Шнурок. И если домашний любимец в основном не мяукает, то мальчик свое мнение обязательно скажет. Он – главный зритель и критик. Мы уже смотрим, как вообще реагирует ребенок. Например, в одной из сказок у нас была такая сцена, где у нас красный экран становится. И вот он сказал – это, мам, мне страшно. И мы решили, там, где детки помладше, мы эту сцену делать не будем, чтобы не испугались дети. Мобильный театр теней колесит по всему региону. Спектакли семья Шевченко дает в детских садах и школах. Ребята – не просто зрители, а главные действующие лица постановки. Помогают героям, отвечают на вопросы, подпевают. Когда мы выходим потом из-за ширмы, и когда нам дети из зала говорят – еще хочу! Или говорят – приезжайте к нам еще, нам очень понравилось. И пытаются еще там нырнуть за ширму, посмотреть, как же там у нас все устроено. Это же самое интересное. И вот это дает сил. Хочется еще, еще, еще делать, придумывать. Семья Шевченко мечтает об расширении, о том, что у них будет свой стационарный театр, своя труппа. В ближайших планах – постановка спектакля для взрослых. Оказывается, те, кто давно уже вышел из детского возраста, тоже верят в сказку и волшебство.